соседские сорняки в человеческий рост были повыше первый год когда соседка загуляла и забухала вообще весь город был человеческий рост в сорняках это все рассеивалось по округе потом она решила одну треть города все-таки картошки засадить ну понятно засадила-то треть но я чтоб ее куры ко мне не ходили немножко сетку протянул сюда чтоб курам не было куда ходить она следующий год дальше продвинулась за сетку чтоб куры могли ходить ко мне на огород жрать куры утки собаки бегать к улице и в общем так третий год подряд дальше продвинулась то есть сетку добавляю она дальше продолжает выкашивать хотя первоначально там ничего не косятся трактор пытается это все перепахать вместе с сорняками мучается а прокашивается дальше чтоб был проход именно курам пастись на огород ко мне вот такие вот соседи когда он ее еще не бросил я с ним лаялся так он орет что его курочка должна зелененьку кушать нет я ему говорю так не за мой счет закрываю их какого хрена они меня жрут понятно у меня есть что тут пожрать везде мыльча полыно червей в итоге от кур соседских убытки на десятки тысяч гривен вот так вот тут такие сорняки каждый год от соседей сюда все летит так как там запад у нас обычно туда и дует ветер так что лучше без соседей то бухают воруют ломают лазят и тогда я мать еще когда огород садила картошку разные грядки она с ними но не лаялась хоть и и куры тоже уничтожали все выгребали собаки куплились вот и сидит плачет но не ссорится ни с кем и каждый год это так так что соседям надо счет предъявлять как минимум на сто с тысяч если посчитать за все годы куриного беспредела и не только куриного там же что сын старший ворюга 1 на селе тайсомана ворюга и лично видел их за воровством и рассказывали и у меня воровали так что тут а семейка как обычно у нас в украине деньги получают ни за шо какие-то пильги откуда-то берутся зарплаты непонятные военные кто быдловий тот и лучше живет в такой типа стране